Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Думского комитета по образованию Алена Аршинова. Алена Игоревна, завершилась очередная сессия Государственной Думы. Наверное, вы уже на каникулах. Чем заниматься планируете в это время и какие итоги заседания Госдумы вы можете подвести? Ну, первое, хотелось бы сказать, что действительно депутаты Госдумы поработали слаженно, дружно, и действительно большая работа была проделана за седьмую сессию, было принято 280 законов, и в том числе и как раз вот мои с коллегами, где в соавторстве мы действительно пробивали наши инициативы, в том числе, которые касаются вопросов образования. Можем тоже об этом поговорить. Что касается в целом еще дополнительной нагрузки, которая легла на плечи депутатов этого созыва, потому что более 1200 законопроектов лежало на полках Государственной Думы. Это законопроекты, которые пылились из созыва в созыв и не были рассмотрены. Поэтому сегодня Госдума вынуждена работать в усиленном темпе, чтобы рассмотреть и те инициативы, которые когда-то предыдущими созывами депутатами вносились в Государственную Думу, и, конечно, рассмотреть те инициативы, которые рождаются вот как раз у депутатов нынешнего созыва. Что касается каникул, то сейчас у нас идет региональная неделя. Многие депутаты разъехались по регионам, встречаются с избирателями, тоже подводят итоги, выступают с отчетными пресс-конференциями, что было сделано, и, конечно, планируют свою работу уже на следующую сессию. Сейчас мы знаем о том, что проходят выборы во многих регионах. Многие регионы сейчас готовятся к этим выборам, идут предвыборные кампании кандидатов, и, конечно, Единая Россия выставила тоже своих кандидатов, в том числе и в Чувашской республике. Поэтому, конечно, наша задача тоже поддерживать наших кандидатов, поэтому мы будем ездить сейчас по регионам, и в том числе, конечно, это касается и Чувашской республики. Наш кандидат – это Михаил Васильевич Игнатьев, и, конечно, поскольку я работаю вместе с ним в команде, я точно знаю, что очень успешно у нас продвигаются многие проекты, в частности, в образовании, и это видно по темпам ликвидации очередности в детские сады, и, конечно, Чувашская республика у нас одна из передовых в решении этого вопроса, и это касается в том числе и реконструкции спортивных залов в сельских школах, что у нас тоже активно получается, и уже Чувашская республика попадает второй год, второй раз в эту программу, и я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем реализовывать эти инициативы. И, конечно, мы стремимся также с Михаилом Васильевичем сейчас отстоять возможность, пожелания Чувашского государственного университета Ульянова на то, чтобы претендовать на строительство, возведение бассейна в этом университете, потому что запрос большой, и, конечно, было бы справедливым, чтобы студенты могли посещать бассейн. И, конечно, для нас очень важно сейчас запустить программу строительства и реконструкции школ, потому что многие родители, которые нас сейчас смотрят, они знают, что очень часто школа в ветхом состоянии, и, конечно, нужно сегодня приводить в соответствующее состояние школы. Школы должны быть современными, светлыми, чистыми, безопасными. Многие школы насчитывают по 100 лет, по 120. Я недавно вот была в нескольких районах и была в этих школах, и, конечно, хотелось бы сохранить то, что есть, но и, конечно, построить новое. Это школы для музеев, наверное, больше. Вы знаете, эти школы еще, наверное, приняли бы очень-очень многих учеников, но, конечно, все-таки хочется, чтобы они были и, в первую очередь, и безопасны, но чтобы отвечали современным требованиям. И детям хочется ходить в новое и в просторные школы. И чтобы эти школы, особенно в районах, в сельских поселениях, чтобы они служили еще некоторым ресурсным центром, чтобы там можно было, чтобы там не было никакой ни второй, ни третьей смены, да, не дай бог. Чтобы там можно было проводить какие-то библиотечные дни, чтобы там был спортзал, где можно заниматься людям, приходить на какие-то культурные библиотечные мероприятия. Поэтому вот такая у нас обширная программа. Я так понимаю, что вот вы сейчас сказали про школы, про строительство современных школ. Это будет какая-то программа, которая придет на смену программы «Детские сады детям». Да, вы правы. У нас уже были проведены консультации предварительные с председателем правительства, председателем партии «Единой России» Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы договорились, что нам необходимо до логического конца довести как раз программу строительства и реконструкции детских садов. Это программа модернизации региональных систем дошкольного образования. И трансформировать ее в реконструкцию и строительство школ. Потому что, конечно, детские сады – это важно. Очень важно, чтобы мамы молодые, как правило, которые вынуждены сидеть со своими детьми, чтобы они действительно смогли выйти на работу, самим реализовываться и чувствовать, что ребенок в безопасности, накормлен и развивается, получает образование. Но, конечно, очень важно, чтобы был сбалансированный график у детей, которые покидают недра детского сада, растут дальше. И, конечно, очень важно, чтобы у них был сбалансированный график, чтобы с утра у них была учеба, потом дополнительные секции, кружки образовательные, дополнительные и так далее. Поэтому, конечно, все это возможно только если все-таки эта программа будет реализована. О детях постарше поговорим. Сейчас идет горячая пора для выпускников школ, для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Как сейчас проходит аккредитация вузов, мониторинг эффективности образования? Об этом немножко поговорим. Да, конечно, сейчас родители вынуждены следить за трансформациями в системе образования. И очень важно, что многих сегодня можно, родителей, поздравить с успешной сдачей единого госэкзамена и всех остальных экзаменов их детей. И многих даже уже можно поздравить с поступлением в университеты. Что касается, конечно, других трансформаций, вы видите, что сейчас происходит реформирование образования. И, конечно, мы знаем, что у нас несбалансирована система образования, когда у нас 100% выпускников поступают на бюджетные места фактически. И когда нет регулирования, то есть мы с вами платим налоги, эти налоги потом на эти деньги мы потом обучаем наших с вами детей. И, к сожалению, очень часто получается, что по образованию дети потом не идут работать специалистами в ту сферу, которую они выбирали для учебы. Поэтому, конечно, сегодня очень важно, чтобы Министерство образования Российской Федерации провело корректировку системы. И чтобы действительно по требованиям и востребованности специалистов именно в регионе как раз и происходил набор. И аккредитация соответствующих программ в университетах. Что еще происходит? Происходит слияние университетов. Происходит объединение. Поэтому здесь, конечно, тоже очень сложно предсказать саму систему. Но родители что сегодня могут смотреть? Могут смотреть на всякий случай. И, естественно, само собой разумеется, что необходимо знать историю университетов, в которой вы хотите, чтобы учился ваш ребенок. Поэтому очень важно, чтобы у него была лицензия на ведение образовательной деятельности. И, конечно, Рособорнадзор всегда, если есть какой-то вопрос к университету, он этот вопрос задает публично. Поэтому, как правило, можно просто посмотреть сайт Рособорнадзора и сделать соответствующие выводы, проверить. Там всегда можно проверить, кредитована ли программа, есть ли лицензия университета, есть специальный даже раздел. Поэтому это все, в принципе, несложно. Мы все сегодня пользуемся интернетом и публичными страницами в интернете. Что касается, в целом, можно посмотреть еще рейтинг эффективности так называемых университетов, которые ведет Федеральное министерство образования, и увидеть просто в какой категории ваш университет. Конечно, очень важно, мы отстаиваем в любом случае все чувашские университеты. Конечно, нужно просто, чтобы этот университет, в том числе и филиал, отвечал требованиям региона. Если он востребован в регионе, тогда, конечно, он сохранится. Но я, как правило, говорю сейчас о филиалах. Конечно, когда-то система была разбалансирована, и в нашей стране стало больше университетов в 10 раз, чем было во всем Советском Союзе. Конечно, так быть не должно. Поэтому, конечно, нужно сегодня быть очень бдительными, но знать, что если какой-то из университетов реформируется, или сливается, или что-то с ним происходит, то никогда студенты не остаются без диплома. Студент переводится ровно на ту программу, специальность, на которую он выбирал. Педагоги не должны тоже увольняться, они должны быть переведены в рамках системы, в пределах своей системы образования. То есть точно так же на те же позиции. Поэтому это и ответственное решение. То есть если решение такое есть, это означает, что все точно знают, что все будут устроены, и студенты, и преподаватели. Никого не бросят. Никого не бросят. Алена Игоревна, еще такой вопрос. Совет Федерации одобрил закон о переносе дня голосования с декабря на сентябрь 2016 года на выборах в Госдуму Российской Федерации. Ваше отношение к этому? Вы знаете, когда мы еще учредили единый день голосования, я почему-то сразу подумала, что скорее всего именно в единый день голосования будет проходить выборы следующей Государственной Думы. И логически так, видите, и произошло. На самом деле, мне кажется, не нужно проводить несколько выборов в год. Я думаю, что лучше проводить их в единый день голосования, и в Чувашии тоже будет несколько выборов в этот день. Поэтому мне кажется, что здесь все логично. И с другой стороны, и мне будет, наверное, удобнее, и избирателям будет удобнее встречаться до сентября, нежели до декабря. Когда и холодно, и некомфортно, и вести тоже беседу с избирателями очень тяжело, потому что, как правило, погода не позволяет встречаться, и на улице беседовать, общаться. И, конечно, здесь в этом плане сложнее. Ваши полномочия на три месяца сокращаются. Ну, ничего страшного. Вы знаете, к этому нужно быть готовым всегда. Потому что предвыборная кампания – это на самом деле резюмирование того, что ты сделал. Ты просто говоришь о том, что ты уже сделал. Поэтому, конечно, мне кажется, нужно работать просто ежедневно, вкладывать себя и все свои силы, которые у тебя есть, и встречаться с избирателями не только в предвыборную кампанию, а видеться каждый день. То есть для тех, кто работает, проблем не должно быть. Для тех, кто работает, неважно, когда будут выборы, неважно, насколько сокращаются полномочия. Это же все ерунда на самом деле. Очень важно, чтобы просто были сделаны дела и те обещания, которые тоже давались властью, чтобы они выполнялись. Спасибо большое за беседу, Елена Игоревна. Я напомню, что сегодня у нас в программе «По существу» была депутата Государственной Дома Российской Федерации, заместитель председателя Думского комитета по образованию Алена Аршинова. Спасибо за внимание. До свидания.